Итак, смертельная детская шалость или загадочное преступление? 13-летний подросток с пиковой дамой в кармане погиб при странных обстоятельствах. В селе Лисунова двое друзей поехали кататься на велосипедах. Остановились около опор линии электропередачи и полезли вверх. Лэп высоковольтная и мальчика поразило током, хотя он даже не дотронулся до проводов. Здесь был один велосипед, а ты другой. Сначала хлопок, говорит, помогите, а второй был где-то на середине, вот второй успел слезть, еще мальчик. И тот сел мальчик, он сидит, как вот столб-то есть, вот он сидит как на табуретке, он кричит, машет руками, помогите. Я только что, если мальчик хочу, говорю, христо ради ничего не дотрагивайся, думаю, какие-то службы мы вызовем. Там снимут его лестницу, там чего-то, я не соображала. И опять треск такой, я уже потом сообразила, что это вот эти, он резко этот вот мальчик, вот как он сидел, вот он в обратную сторону падает. Треск, вспышка минутна, прямо секундно даже. И все, у него вот руки болтаются, я думала, что я ему велела не шевелиться, и вот он просто лег и лежит. Ноги сюда свесились, а голова вот так вот, спина перегнута, ну, так вот. Не животом вниз, а кверху животом так перегнут. Я вот гляжу, он там сидит, загорелся, вот он там, наверху. Это кровь. Из него, наверное, он загорел, у него кольца была на ноге, у него одна сгорела полностью. Мышцы порвались, конечно, он же загорел, брызгал кровь. Я далеко обрызнул, вон на дороге-то велосипед был, была кровь-то на велосипеде даже. Здесь 35 тысяч вольт, как сказали. А с вторым мальчиком, мать сразу приехала, наверное, вечером уже, сказали, что в нижнюю, забрали к психологу. У него на глазах загорелся женщин, то он отхаживали, которую видела, с трассы видела, и то отхаживали. Это все перенесла, и вот я до сих пор закрываю глаза, и у меня все это в глазах. И вот обугленные ноги, руки, и мы все беспомощные. То есть мы на месте происшествия стоим, но мы даже не можем подойти близко к этому месту. Потому что все сказали всем, что это напряжение страшное, даже не подходить. И вот когда знаешь, что можешь помочь, может быть, но не имеешь такой возможности, это страшно. То есть когда приехали МЧСники, они ждали подтверждения, что линия обесточена. Вот считайте, как это вот, как это все, матери вот надо было сидеть, смотреть, как вот там. То ли полотенце болтается на веревке, то ли это ребенок. И мама-то когда пришла, я так думаю, что она думала, что он живой там сидит. Она только спрашивает, зачем он туда залез. Мы тоже этим вопросом задали, зачем. Я и на мальчика, потому что я, может быть, кричала неправильно, себя поступила. Я прямо на него, зачем туда полезли. А он испуганный, он тоже в шоке. Он не понимает, он говорит, посмотреть. Что посмотреть, мы тоже даже не могли спросить. Панораму ли, там природу. Я не знаю, что можно там было посмотреть. Что заставило их туда забраться-то? Вот вопрос-то в чем? В правом кармане. У кого? В трех, а у погибшего. Пиковые дома, игральные карты. Простая карта из колоды. Да, наверное, какой-нибудь символ, я так думаю. А куда, для чего одна карта в кармане носить? Все-таки, я думаю, в какой-нибудь, вот как вот все говорят, какие-то игры-то есть. Может, кто-то это заставлял оттуда залезть. В интернете вот эти вот там пишут, играйте 4.30 встань. Да, там вот это вот во все. Потому что вот сколько у меня у самого ребенка, только школу закончил. Нас тоже, каждое собрание нам об этом говорили. Я все-таки думаю, что это не просто так они туда полезли. Однако следственные органы ничего загадочного в этой истории не видят. Следователь сообщил нам, что дети просто хотели посмотреть на округу с высоты. А пиковая дама в кармане оказалась случайностью. Была обнаружена карта, игральная карта, вот, с изображением дамы Виней. Но данная карта, в ходе, опять же, последующих осмотров местопроисшествия, в доме, где проживал ребенок, было установлено, что просто этими картами он играл со своими родными сестрами. И непосредственно одна из карт осталась у него просто в кармане. Кстати, погибший мальчик жил в Санкт-Петербурге, а в Павловский район приехал на каникулы к бабушке. Сейчас все подробности происшествия выясняются следственными органами. Продолжение следует...